Глава седьмая. Курта-Карол, Арудор, Трудор и Карствор заняли позиции неподалеку от Вальяргового Плоскогорья, Кангарском выступе. Здесь же наладили временный штаб, чтобы связываться с командирами кораблей через Теару, единую психическую связь. Когда-то на Вальярговом Плоскогорье было древнее святилище, Круеток, в этом месте были собраны множество знаний о прошлом, о галактике Гантремельт, о Барахнарумах. Именно сюда, испокон веков, приходили педанторцы, чтобы почтить память погибших братьев-кронуансистров. Теперь этому священному месту предстояло стать полем боя. Флот недериков и алворцев все пребывал и пребывал. Все больше и больше педанторцев являлись назов Трудера и Карствора из самых далеких уголков педантора. Корабли на орбите были готовы в любой момент вступить в бой с флотом Рала Обороны. Вскоре на Вальярговом Плоскогорье собрались тысячи последователей отважной четверки, готовых дать отпор тирании у Карардата. Педанторцы сразу же занялись обороной, размещая позиции по периметру Плоскогорья. «Так какой план, Куртакарол?» Спросил Трудер, наблюдая, как несколько ирокардцев занимают артиллерийские позиции в скалах Плоскогорья и принимают облик мощных пушек. «Наша главная задача — дать кораблем с Тенку прорваться через блокаду Карардата и забрать Кантериум», — объяснил Кортакарол и указал на зависшие на орбите педантора корабли Мраала Обороны. «Мы должны защитить Тенку любой ценой. Вы уже нашли подходящие места, чтобы спрятать артефакты?» «Да», — сказал Арудор и открыл галактическую карту. «Три планеты. Йольнир в системе Тирнис, Мильтельпалас в системе Дюротанд и Куверсанд в системе Вернан. Все Тенку отправятся на разных кораблях. А если за ними отправится Погоня?» Спросил Карствар. «Для этого мы мобилизовали весь наш флот», — объяснил Арудор. «Они смогут дать отпор Армаде Мраала Обороны. Если они даже не смогут уничтожить ее или рассеять, то точно задержат или отвлекут внимание. Хорошо», — кивнул Куртак Арун. «Тогда я постараюсь забрать Кантериум. Наверняка Акарардат держит его на своем корабле. Я пойду с тобой», — вызвался Арудор. «Мы вместе прошли столь опасный путь. Вместе и победим Акарардата». «Я помогу вам», — раздался в голове Ирона знакомый голос. Куртак Арун обернулся. Рядом с ним приземлился Калгор. Скат опустил крылья, чтобы Куртак Арун залез на спину. «Вдвоем вы вряд ли доберетесь до Акарардата. Если, конечно, не умеете летать». «Но как же твой брат?», — удивился Куртак Арун. «Валкор отправится охранять Тмау», — объяснил Калгор. «Мы должны исполнить волю Куратанрита, чтобы спасти Педантур. Я же останусь с вами и помогу забрать Кантериум». «Что ж, решено», — сказал Трудор. «Вот как мы поступим. Мы с Карствором разделим силы на две части. Одна будет защищать корабли с артефактами, другая — сдерживать натиск наземных сил Окарардата. Наземные силы уже заняли позиции возле Круэтека. Наш флот отвлечет на себя армаду Мрала Обороны. В это время Куртак Арун и Арудор проберутся на корабль Окарардата и возьмут Кантериум. Если повезет, мы сможем выиграть это сражение». Понадеялся Карствор. «Но шансы очень невелики. Да», — согласился Куртак Арун. «Поэтому в случае поражения мы отступим. Гораздо важнее сохранить силы для дальнейшей борьбы». «Корабли Окарардата приближаются!» — воскликнул Дозор на одной из артиллерийских позиций. «Ждать сигнала! Огонь не открывать!» — ответил Куртак Арун и ринулся на позицию, чтобы лучше все рассмотреть. С наблюдательного пункта Ирон узрел, как в атмосферу Педантора медленно спускаются гигантские боевые корабли Мрала Обороны. Куртак Арун помнил эти корабли еще с галактики Гантремельт. Кронансистеры и Педанторцы строили их вместе, чтобы защититься от ужасов космоса, что могли поджидать их в самых темных углах. Они были похожи на гигантские скалистые кометы, за которыми тянулся ярко-синий след от двигателей. Корабли ощетинились сотнями орудий малых и крупных калибров, что были готовы в любую минуту обрушить шквал огня на врага. В центре армады виднелся флагман эскадры. Тень от него затмевала плоскогория. На носу флагмана виднелся знак Мрала Обороны – ярко-синий пятиугольник. Вслед за кораблями показались сухопутные силы. Педанторцы наблюдали, как к Роетаку идут тысячи воинов О'Карардата, как воины в Эрьергарде превращаются в мощное орудие и занимают оборонительные позиции. А это еще что такое? Карстор указал на воинов, что собирались небольшие группы и проводили странные ритуалы. Это элита воинов. Те, кто изначально поклялся защищать педанторский народ. «Нет», – ответил Трудер. «Они достигли совершенства в использовании Маллиса и научились совмещать его, чтобы становиться в разы сильнее. Только самые опытные педанторцы способны на такое». Четверка наблюдала, как воины О'Карардата превращаются в каменных великанов. Они возвышались над остальными воинами на три или даже четыре головы. Руками они могли бы запросто раздавить любого, кто бы осмелился приблизиться к ним вплотную. Карстор испугался. От одной мысли, что им придется драться с такими исполинами, было не по себе. Их вид внушал ужас. «Карстор! Нас ждут!» Трудер взял себя в руки. «Мы должны быть рядом с Рукарцами!» «Да, Трудер!» Кивнул лидер Алворцев и посмотрел на Кортака Ролла и Орудора. «Да поможет нам всем свет кальйона!» С этими словами он последовал за Трудером к Краэтаку. Битва близилась к началу. В небе засверкали вспышки. Армады кораблей на орбите вступили в бой. «Что ж, пора!» Собрался Кортака Ролл и приказал. «Огонь!» В этот момент педанторцы, что соединились в мощное орудие, открыли огонь. Позиции засверкали ярко-синим. Заряды ударились в борты кораблей. Страшный грохот раскатился по плоскогорию. Куски горящей обшивки попадали на землю. С кораблей последовали ответные залпы. Магмапушки засверкали, будто квазары. Как только воины О'Карардата с воинственным криком бринулись на позиции урокарцев и эварнонцев, Кортака Ролл и Орудор бросились к Калгору. Они запрыгнули на ската и устремились навстречу флагману. Вихрь огня встретил их на пути. Грохот орудий сотрясал воздух. Вспышки ослепляли педанторцев. То влево, то вправо. То влево, то вправо. Уклоняется Калгор от шквального огня орудий. Все ближе и ближе флагман армады. Педанторцы увидели, как хвост ската заискрился ярко-оранжевым. Потоки энергии окутали его. «Калгор! Нам нужно любой ценой пробраться на флагман!» Воскликнул Орудор. «Ты сможешь проделать брешь в борту?» «Я постараюсь!» Ответил скат. «Приготовьтесь к крапец!» Кортака Ролл и Орудор приготовили магмапушки и как можно крепче ухватились за ската. Каскад залпов становился все кучнее и кучнее. Грохот взрывов оглушал педанторцев. Все ближе и ближе Калгор к борту. Вот он обрушит скат мощный удар по обшивке. Он замахнулся хвостом. В этот момент педанторцы услышали грохот орудий. Яркие вспышки ослепили их. «Берегись!» Испуганно воскликнул Кортака Ролл. Орудор посмотрел вправо и увидел, как вспыхнули корабельные орудия. Хвост ската ударил обшивку. Мощный взрыв разорвал ее в клочья. В этот момент педанторцы почувствовали страшный удар. Волна огня сбросила их со ската. Все завертелось, закружилось. Раскаленные осколки впились в тела. Педанторцы упали на землю. Кортака Ролл оклемался и осмотрелся по сторонам. Орудор лежал возле стены прохода. В обшивке зияла огромная дыра от могучего удара хранителя Тенку. Но что-то было не так. «О нет! Калгор!» Кортака Ролл ринулся к раненому скату. Калгор недвижимо лежал на полу и пытался взлететь. В теле виднелась огромная дыра, а торванное правое крыло лежало неподалеку. Скат истекал ярко белой магмой. Свет кальона в глазах угасал. «Куртака Ролл, Мой путь завершен!» Раздался слабый голос в голове Ирона. «Времени мало. Для меня было честью пройти этот путь вместе с вами. Я исполнил волю Куратанрита. Теперь вселенная примет меня в свои объятия. Победите, О, Канардата. Прощайте!» Это были последние слова великого хранителя Тенку. Свет Малеса медленно потух, и скат развалился на куски. Скорбь заполнила души педанторцев. «Да хранит Свет Малеса его душу!» произнес Арудор. «Куртака Ролл, нужно спешить. Его подвиг не будет забыт. Мы должны победить, О, Канардата. Во имя всех тех, кого погубила его тирания. Во имя Калгура. Да, Арудор». Согласился Куртака Ролл. «Мы победим его. Вместе». Педанторцы воздали последней почести Калгуру и устремились к центру корабля. Они чувствовали, что Акар Ардат был где-то рядом. Арудор завернул за очередной угол и чуть было не попал под обстрел. Куртака Ролл быстро отдернул его. Ярко-синие заряды ударились в стену. Люди Акар Ардата спешили к месту прорыва. «Их слишком много», сказал Арудор. «Нам не прорваться!» «Нет!» «Если не объединим кальйоны», возразил Куртака Ролл. «Мы пройдем этот путь до конца». «Вместе». Арудор кивнул. Педанторцы соединили кальйоны. Левые руки слились воедино. Куртака Ролл и Арудор сделали большой щит и ринулись вперед. Их тут же опалил шквал огня. Войны у Акар Ардата нещадно осыпали двух педанторцев залпами магмопушек. Но не сломить им было нерушимое единство. Не сломить им было силу двух братьев. Заряды отскакивали в стороны, будто крошечные камешки. Арудор и Куртака Ролл все шли и шли вперед, отстреливая солдат мраала обороны. Вот один лежит на земле. Вот второй. Вот третий схватился за пробитую грудь. Все идут и идут вперед, педанторцы. Все ближе и ближе они к мостику. Куртака Ролл добил последнего солдата и остановился у двери. Арудор открыл дверь. Педанторцев вновь опалил шквальный огонь. Телохранители мраала обороны поспешили избавиться от вторженцев. Но герои не дрогнули под натиском. Они укрылись за щитом и продолжили отстреливаться. Один за другим падали воины Акар Ардата. Но их было слишком много. «Где Акар Ардат?» спросил Арудор и выстрелил в очередного воина. Тот схватился за грудь и упал замертво. «Не знаю. Он наверняка здесь!» ответил Куртака Ролл. Бой был ожесточенным и долгим. Но в конце концов воины мраала обороны проиграли. Слишком крепок был щит единства двух педанторцев. Сразив последнего телохранителя Акар Ардата, Куртака Ролл и Арудор остановились. К их удивлению, мраала обороны среди убитых не было. «Не понимаю. Он... Он должен быть здесь!» Арудор был в замешательстве. Педанторцы разъединили кальоны и осмотрелись. Зал пустовал. Не было ни навигаторов, ни командующих артиллерийскими батареями, ни самого мраала обороны. «Что-то здесь не так...» заподозрил неладный Куртака Ролл. «Арудор, видимо, мы где-то ошиблись. Он перехитрил нас!» В этот момент Эрон с ужасом узрел, как грудь Эвара пробил ярко-синий заряд. Выстрел ослепил Куртака Рола. Раскаленные каменные осколки ударились о грудь. Он почувствовал, как что-то впилось ему в плечо. Еще секунда, и нечто со всей силы отбросило Эрона в сторону. Куртака Ролл упал на пол. Схватившись за плечо, он тут же бросил взгляд на Арудора. Эвар схватился за пробитую грудь, покачнулся и бросил последний взгляд на Куртака Рола. В нем смешались отчаяние, боль и страх. Арудор встретился лицом к лицу со смертью. «Арудор!» Только успел воскликнуть Куртака Ролл, как второй выстрел разбило Вару голову. Свет Маллиса тут же потух. Безжизненное тело упало на пол и превратилось в груду камней. Куртака Ролл почувствовал, будто яркая путеводная звезда потухла на его душевном небосводе. Скорбь и великое горе затмили сознание. Куртака Ролл узрел убийцу. Это был Окар Ардат. Он держал в руке Кантерион. Педанторий сбрезливо разметал останки тела Эвара и подошел к Куртака Роллу. «Скажите, Куртака Ролл, разве стоило идти на такие жертвы ради великой воли Куратанрита?» Спросил Окар Ардат. «Зачем спасать его наследие? Неужели и вам вся эта увлеченность рахнарумами скружила голову? Вы вы тиран Окар Ардат!» воскликнул Куртака Ролл. «Вы пошли против собственного народа! Это вы подослали убийц Куратанрита!» «Весьма серьезное обвинение, Куртака Ролл», ответил мраал обороны. «Но теперь это уже не имеет значения. Зачем? Зачем, Окар Ардат?» спросил Эрон. «Зачем вы устроили бойню? Зачем вам эта война? Разве вы не понимаете?» удивился Окар Ардат. «Что ж, я объясню. все, чего я хотел, это порядка. Я хотел, чтобы наш народ наконец обрел долгожданное единство и продолжил путь к величию. Каждый раз, когда я посещал Эварнон, Эрокар, обитель мраалов, я понимал, что мы забываем о своей великой цели. И дело не в каком-то наследии Круна Ансисторов. Нет. Напротив, оно тянуло нас назад. Вспомните, какой великой была наша империя. Мы были единым народом. Великим народом. Но все началось с Круна Ансисторов, которые вдруг возомнили, будто они могут контролировать Вселенную. Все перенулось с ног на голову. И к чему привела эта одержимость? Курта Карл задумался. А потом, когда мы только-только оправились от этого изгнания, появились труды Рекарствор, которые каждый день твердили об Арахнарумах. Неужели так сложно было оставить этих чудовищ в покое и продолжать собирать по кусочкам нашу Великую Империю? Тогда я понял. Пора начинать действовать. И, как видите, все получается. Скоро я верну порядок. Да, наш народ постигло великое горе, но все великие свершения требуют жертв. Время лечит все. Следующий день станет началом новой эпохи. Осталось только решить, Корта Корол, хотите ли вы стать ее частью или раствориться вместе с позорным прошлым. Вы лжец, о, Карардат, отрезал Корта Корол. В ваших словах нет ни капли правды. Своими словами вы отравили разум тысяч педанторцев, что хотели просто защищать свой народ. И они доверились вам. Все, кто сейчас сражаются за вас, даже не знают, что всего лишь актеры в представлении. За вашими красивыми словами стоит лишь стремление к власти. Вы ведь поэтому убили Куратан Рита, а потом придумали красивую легенду, чтобы все воины пошли за вами. Вы зашли слишком далеко. Победителей не судят, Корта Корол. О, Карардат зарядил пушку. Завтра я стану героем, а вы мятежниками, что пошли против законной власти. О, Карардат прицелился в Корта Корола и хотел было выстрелить, как вдруг корабль потряс мощный удар. Оба Петанторца упали. Флот Трудора и Карствора прорвался через блокаду и уже спешил на помощь Рокардцам и Эварнонцам. Еще несколько взрывов Эрона. Он вскочил, бросился на Карардата и выстрелил. Заряд прошел совсем рядом с головой Мрала Обороны. О, Карардат рассверепел и выстрелил в ответ. Заряд попал Корта Каролу в ногу. Он оступился. Нельзя дать ему выстрелить! Промелькнула мысль в голове Эрона. Корта Карол собрал все свои силы. Прыжок! Педанторец сбил О, Карардата за ударом наносят они. Закипает ярость в их жилах, затмевает гнев их рассудки. Корта Карол увернулся от очередного удара и выстрелил в Карардата. Заряд зацепил голову и сбил Мрала Обороны с ног. Эрон устремился к Контериону. Шаг! Шаг! Еще шаг! Все ближе и ближе заветный посох. Корабль вдруг резко накоренился. Корта Карол близко. Осталось только притянуть руку. Он мой! Раздался вопль позади. Корта Карол обернулся. Мрала Обороны мчался к Эрону и уже нацелен на него пушку. Ярость бурлила внутри О'Карардата. Выстрелы рвали в клочья обшивку корабля. Все ближе и ближе он к Корта Каролу. Вот вот испепелит его Мрала. Корта Карол дотянулся до Контериона. О'Карардат был уже в нескольких метрах от цели. Корта Карол закричал и выставил перед собой Контерион. Трудор и Карствор ожесточенно сражались с силами О'Карардата. С каждым мгновением борьба накалялась. Вальяргова плоскогорья превратилась в огромную братскую могилу. Застывшие тела педанторцев были повсюду. И с каждым мгновением их становилось все больше и больше. Самые страшные бои гремели в Кроэтаке. Древнее святилище превратилось в руины. Войны О'Карардата и О'Карарцы схлестнулись в жестокой схватке. Смерть заполонила это место. Педанторцы убивали друг друга нещадно, будто они никогда не были друг другу братьями. Они мстили за погибших товарищей и стремились к победе. Трудор добил очередного воина О'Карардата и вдруг увидел, как нечто затмило звезду Фернан. Он посмотрел наверх и обомлел. На их головы падал гигантский флагман О'Карардата. Флот сделал свое дело. Быстрее! Отступаем! Скомандовал Трудор. Он сейчас упадет на нас! О'Карарцы за мной! Карстер схватил раненого и варнонца и поспешил назад. О'Карцы и варнонцы бросились бежать. Едва не успели покинуть Круэток, как корабль с оглушительным грохотом врезался вплоть Педантора и похоронил хранилища. Все с ужасом наблюдали, как корабль с треском спорол землю и скрылся из виду. Через мгновение из ущелья с оглушительным грохотом вырвался столб обломков. Взрыв был настолько сильным, что вспышка оказалась, затмила свет Фернона. Ударная волна сбила сражавшихся с ног. Пресвятая Кальона! Не мог поверить своим глазам Трудор. Карстер оцепенел. Он не знал, что случилось с Эваром и Эроном. «Курта-Карол и Орудор были там!» воскликнул лидер Алворцев. «Скорее! Нужно помочь им, пока люди Окарардата не опомнились! Педанторцы! За мной!» Нидерики, Алворцы и остатки Эвров продолжили биться с воинами Окарардата. Трудор и Карстер поспешили на выручку. Курта-Карол выжил лишь чудом. Он осмотрелся и понял, что лежит среди обломков. Мертвые педанторцы устлали место крушения. Вокруг все напоминало чрево сверхновой, дымящиеся обломки, огонь, хаос. Курта-Карол поднялся с земли и стал искать Кантериум. Поиски продлились недолго. Эрон заметил посох рядом с телами нескольких педанторцев. Едва Курта-Карол дотянулся до могущественного артефакта, кто-то схватил его за руку. Эрон в испуге отдернул руку и увидел Окарардата. Мрал обороны сверлил его угасающим взглядом. Тело Окарардата было разорвано в клочья. Последний Малис тонкими струйками вытекал из раздробленных рук и ног. Ты даже не представляешь, что ждет педантор. Слабо пробормотал Мрал обороны. Какие бедствия ждут наш народ. Когда пламя войны вновь оболит эти горы. Когда начнут гаснуть звезды. Ты пожалеешь, что не встал на мою сторону. Это были последние слова Окарардата. Кортакарул увидел, как потух ярко-белый Малис и знак Мраала обороны. И Окарардат превратился в окаменевший труп. Предостережение слегка встревожило Ирона. Но лишь на мгновение Кортакарул взял Кантерион и подошел к останкам Арудора. Эвар превратился в окаменевший труп. Кортакарул упал духом. Его друг, верный спутник и соратник, справедливейший и достойнейший из педанторцев, сгинул в пучине разрушительной войны. Кортакарул вспомнил весь путь, что прошел с Арудором все мудрые слова, что он произнес. Великая скорбь затмила души Ирона. Пусть свет твоего Малиса осветит нам путь во тьме. Шепотом произнес Кортакарул, взял камень с гербом Иварнона и направился в сторону поля боя. Пыл сражения постепенно угасал. Потеряв флагман и центральное командование воины у Карардата постепенно сдавали позиции. Ирокарцы и Иварнонцы усиливали натиск и вскоре оттеснили приспешников Мраала Обороны. Ожесточенное сражение на Педанторе завершилось. Как только последние воины Мраала Обороны отступили, Вальяргова Плоскогория разразилась громким победным кличем. Ирокарцы и Иварнонцы радовались общей победе. Вместе они победили общего врага. Вместе они смогли спасти педанторский народ от ужасов войны. В то самое мгновение Трудер и Карствар забыли все разногласия и раздоры. В этот миг они стали братьями по духу. Все педанторцы вновь обрели единство и, казалось, забыли все потаенные обиды. Они были готовы строить новый мир и вести великий народ в светлое будущее. Мы это сделали, Трудер! Воскликнул Карствар и впервые за много лет обнял лидера Недериков. Вместе! Да, Карствар, мы победили! Кивнул Трудер. Он развернулся и громко воскликнул. Мы победили, братья педанторцы! Вальяргова Плоскогория вновь разразилась криком восторга. Когда Курта-Карол вышел из развалин, его встретили еще более восторженные возгласы. Его встретили как героя, как настоящего спасителя педанторского народа. Курта-Карол, ты жив? Воскликнул в порыве радости Трудер. Мы победили! Корабли Стэнко уже покинули Гантремельт. Они в безопасности! Курта-Карол, где Арудор? Насторожил Сакарствар. Толпа замолчала. Все посмотрели на Курта-Карола. Ирон замер. Он не мог вымылвить ни слова. Курта-Карол собрался с духом и показал камень символом Эварнона. Педанторцы тут же все поняли. Братья Педанторцы, начал Курта-Карол, сегодня мы победили в страшнейшей войне, что когда-либо знал наш народ. Вы показали, что достойны нести волю Круна-Ансестеров через тысячи, миллионы лет. Эта война забрала собой достойнейших из нас. Все мы потеряли тех, кто был нам дорог. Но их жертва никогда не будет забыта. Отныне мы будем жить по добру и справедливости, так, как завещал нам Эвар-Арудор. Его больше нет с нами. Он погиб, защищая добро и справедливость, принципы, по которым мы поклялись жить. Но его дух всегда будет вести нас вперед к светлому будущему, да хранит свет Малиса его душу. И не было ни одного педанторца, что не скорбел бы по великому Эвару. И не было ни одного, кто посмел бы опорочить его доброе имя. Великая скорбь охватила педанторский народ. Никто не пел песен в тот день, никто не слагал легенд, никто не пьянел от восторга. Так велика была скорбь, так велика была горечь утраты. Но с того самого дня педанторский народ обрел надежду на мирную жизнь, надежду на то, что они отстроят города, надежду, что планеты залечат раны, надежду на великое будущее. Через несколько дней, когда последние очаги сопротивления воинов у Карарда топали, тысячи педанторцев собрались на похоронах Куаратанрита и Арудора, чтобы воздать им последней почести. Великая скорбь отравляла душу каждого педанторца. Их похоронили рядом, на Кангарском выступе. Выступ стал местом памяти для тысяч педанторцев о чудовищной войне, что принесла народу столь невыносимое горе. Не было ни одного, кто бы не пожелал попрощаться с великими сыновьями своего народа. Каждый захотел воздать им последние почести. Он вспоминал дни мирной жизни. Дни, когда каждый педанторец с уверенностью смотрел в будущее. Теперь же оно казалось туманным. Курта Королла, извините, что потревожил вас. Внезапно раздался чей-то голос. Ирон обернулся. Позади него стоял Карствар. Предводитель Иолворцев осторожно подошел к Ирону и прикоснулся к могиле Арудора. Смерть Ивара Арудора стала трагедией для каждого из нас. Вы были с ним так близки, через столько прошли. Примите мои соболезнования. Мы обязаны вам жизнью. Спасибо, Карствар. Поблагодарил Алворца Курта Королл. Эта война принесла столько разрушений. Продолжил Карствар. Мне больно видеть руины Педанториса, видеть тысячи убитых, что сейчас лежат в руинах Круетака. Этот разлом станет нам напоминанием об этих страшных днях. об этой войне, чтобы она никогда не повторилась вновь. Воистину так, Карствар. Мудрость слов лидера Алворцев возродила надежду в душе Курта Королла. Мы сделаем это вместе. Думаю, именно этого бы и хотели Орудор и Курат Анрит. Да, согласился Карствар и вдруг что-то вспомнил. «Знаете, Курта Королл, недавно меня посетила одна идея. Она, конечно, может показаться безумной, но в такое время именно безумные идеи могут спасти наше будущее». Курта Королл насторожился. «О чем вы? Я думаю, что Контерион сможет нам помочь преодолеть столь трудные времена?» объяснил Карствар. «Он ключ к нашему спасению, что когда-то мы так беспечно похоронили». Курта Королл не на шутку перепугался. Он понял, к чему клонил Карствар. Ирон еле скрыл тревогу и ответил. «Довольно интересная идея, но разве вас не пугает судьба Круну Ансистров и галактики Гантремельт? Да, это была ужасная трагедия». Согласился Карствар. «Но отказываться от величайшего дара вселенной просто недальновидно и глупо. Ведь он может помочь нам восстановить Педантор, восстановить каждый опаленный войной уголок системы Фернанд. А потом мы сможем помочь и нашим детям. Разве это плохо, Горда, Карл?» Ирон не знал, что ответить. Ужас от осознания того, что вскоре может разразиться новая война, не давал ему вымолвить и слова. Все его мысли были сосредоточены на Контерионе. «Да, это хорошая идея. собрал Курта-Карол. Нужно будет подумать над ней. Рад, что вы разделяете мою точку зрения в столь тяжелые времена». Обрадовался Карствар. «Я уж подумал, что Трудор уже успел вас одурачить своими безумными идеями. Уничтожить рахна 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 румов. Что за безумие? Поверить не могу. Вот что бывает, когда панический страх затмевает разум. Да, это точно». Курта-Карол еле скрыл тревогу. «Скажите, а Контерион у вас?» спросил Карствар. «Мне бы очень хотелось посмотреть на него». Курта-Карол промолчал. Он не знал, что сказать. «Да, я забрал его». «Наконец, ответил Эрон. В скором времени я дам вам с ним ознакомиться. Но сперва думаю, нужно разобраться с остатками войска у Карардата. Я слышал, что отдельные группы все еще скрываются в городах. Да, вы безусловно правы». «Что ж, Курта-Карол прошу меня простить, но я оставлю вас». Карстер попрощался с Эроном и поспешил к разрушенному Эрокару. «Надеюсь, вы сделаете правильный выбор». Курта-Карол вздрогнул. «Пресвятая Кальона. Нет, неужели нас вновь ждет война? Как же так?» Ураган мыслей потряс сознание. Курта-Карол не знал, что делать. «Нужно уберечь Контериум любой ценой. Может оставить его у себя? Нет, глупо. Они ведь убьют меня. Ущелье рано или поздно они найдут его и там. Но возможно, я выиграю время, и тогда носитель Кальоны... Да! Нужно оставить его в руинах Круэтака!» Курта-Карол посмотрел на оскверненной войну Эпидантор. Он все еще не мог поверить, что вскоре фернанская звезда вновь узрит ужасы войны. И по всей видимости еще более страшной и разрушительной. Эрон понимал, что Трудор и Карстер сделают все, чтобы найти Контериум. Не остановится ни перед чем, лишь бы получить могущественный артефакт. Понимал, что теперь его долг защитить Контериум от Недериков и Алворцев, что набирали силу каждый день. Понимал, что его предательства не простят. Курта-Карол взглянул на скалы Педантора. Звезда Фернан вновь уходила за могучие черные горы, растворяясь во мраке. Он видел, как мирная жизнь ускользает вместе с последними лучами солнца. Но где-то в глубине души его путь освещала надежда. Надежда, что когда-нибудь свет Малиса озарит разум всех педанторцев. Курта-Карол отбросил прочь ненужные мысли и отправился за Контериумом. Это был последний день, когда Курта-Карол спокойно общался с Трудером и Карствором. Последний день, когда он слышал тишину. Это был день, когда все мечты Курта-Карол разбились будто лед. День, когда он чуть было не потерял надежду. Курта-Карол 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 Тьфу